Нам остается только доделать ту часть функционала приложения, которая должна работать независимо от пользователя. Мы должны научиться автоматически обновлять сохраненную авторизацию, поскольку она актуальна не более 30 дней. Затем мы должны заставить наше приложение собирать данные о продаже, даже если пользователи никогда не будут открывать интерфейс приложения. И, наконец, наше приложение само сможет публиковать итоговые данные рейтинга в живой ленте портала. Как говорится, даешь геймификацию для повышения мотивации офисных сотрудников. Научим наше приложение обрабатывать специальную операцию Background Yes. Это как бы и необычный режим работы, который подразумевает вывод интерфейса в Index.php, и не Ajax, а нечто третье. Определяем режим работы приложения, и если мы работаем в самостоятельном режиме Background, то мы подхватываем параметр авторизации из базы данных, вызывая метод getAuthFromDB. Метод getAuthFromDB берет запись из нашей таблицы B24PortalReg, в которой сохранена авторизация пользователя с административными правами, и проверяет ее, вызывая чек B24Auth. В общем-то, ничего нового, просто источник параметров авторизации другой. Думаю, надо пояснить небольшой момент. Мы, конечно, заморочились с таблицей для хранения авторизации, которая позволяет запоминать авторизации для разных порталов, а в примере почему-то охватаем одну последнюю запись. Давайте будем иметь в виду, что это все-таки пример. А в реальности нам надо было бы выбирать все сохраненные авторизации, проверять каждую из них, и в дальнейшем для каждого такого портала собирать данные рейтинга. Но поскольку теоретически порталов может быть в вагон и маленькая тележка, нам бы сейчас пришлось решать вопрос с аккуратным построением очереди обработки. Ведь совершенно не факт, что все порталы можно было бы обработать за раз. Не забываем, что наш скрипт, как и положено для PHP, работает с ограничением по времени. И поскольку эта задача не относится напрямую к разработке приложений именно для Bitrix24, я решил в нее не углубляться, чтобы не затуманивать основную задачу — научиться использовать RESTAP. Перейдем все-таки к рассмотрению, а что, собственно, и как будет делать наше приложение, воспользовавшись сохраненной авторизацией. А делать оно будет следующее. Мы вызовем новый метод ProcessBackgroundData, который будет собирать данные для построения рейтинга, обращаясь к нашим же таблицам при помощи вызова метода GetUsers. Далее, при помощи уже известного нам класса Bitrix24Batch для пакетного вызова, он запросит данные участников рейтинга, включая их фотографии, а также запросит список сделок наших участников. На этот раз всех подряд, а не текущего, поскольку текущего пользователя-то и нет, ведь наше приложение будет запускаться само. После получения данных мы формируем нужный нам массив, подсчитывая суммы сделок. Выводим результат в виде отладки, а затем обновляем данные промежуточного рейтинга каждого участника, выполнив соответствующие запросы Insert или Update. Далее переходим к рюшечкам. У нас есть готовая картинка с пьедесталом, на которой мы можем разместить аватары первых трех победителей рейтинга. Мы формируем объявление о результатах рейтинга и раскладываем по очереди аватары пользователей на нужные позиции при помощи специально написанной для нашего пьедестала функции PutFoto. С ее кодом вы можете ознакомиться самостоятельно. В данном примере подробности ее реализации не слишком важны. Далее мы сохраняем эту картинку в файл, и вот тут начинается интересное. У нас есть класс Bittrex24.log с методом Add, который представляет собой обертку вокруг функции RESTAPE LogBlockPostAdd, который позволяет нам добавить сообщения в живую ленту портала. Как вы видите, мы указываем в качестве параметров этого метода текст сообщения, при необходимости заголовок, перечень адресатов сообщения. В нашем случае это будут все пользователи портала и список прикрепленных файлов в виде массива. Чуть подробнее рассмотрим этот массив. Для каждого файла указывается название файла в Bittrex24 диск. То есть это название совершенно не обязательно должно совпадать с названием локального файла. А вторым параметром мы передаем само содержимое файла, закодированное в Bittrex64. Это важно! Не ссылку на локальный файл, а именно содержимое. Давайте запустим наше приложение в автоматическом режиме, то есть попросту вызовем конкретный URL с параметром. Мы видим отладочную информацию, показывающую, что все нужные нам данные получены нормально. Теперь перейдем в портал. И что мы видим? А видим мы пост в живой ленте о текущем рейтинге продаж, да еще и с картинкой пьедестала. Мне кажется, шикарно получилось. Продолжение следует...